Мотор А сейчас мы продолжим путь по улице Кировоградской Против течения совки, которая сейчас течет под нами В коллекторе Мы подошли к началу верхнего каскада совских прудов Сейчас мы находимся возле нижнего пруда Верхнего каскада совских прудов Вот этот пруд объединяет в себе две ветки Вот одна ветка оттуда исходит, другая оттуда Две ветки верхнего каскада совских прудов А сейчас мы пройдем вдоль левой верхнего каскада совских прудов Да, и соответственно под берегом Вдоль берега под совским кладбищем Вот сюда обычно не ступает нога краеведа Да Это же не по ровным улицам в центре ходить Внимание Скользкая почва Вот там на склоне можно очень легко навернуться Вообще вот тут из грунта выступает вода Отовсюду сочатся родники и перекинуты кладки Вот я уже в груз какую-то фигню, но перепрыгнул Почва предательски хлюпает под ногами Осторожно, тут скользко Местами бывает очень скользко И в принципе достаточно стрёмно здесь Стрёмные районы Вдоль береговой линии Линии электропередач Прикрепленных к деревянным столбам Замусоренная тропа идёт по самому краю Как бы по обрыву идёт Над нами находится града Совского кладбища Вот там идёт Совское кладбище А мы идём между ним и прудом Это самый большой пруд каскада Вот люди обычно там ходят А мы другие люди, мы идём тут Очень крутой склон Практически отвесный склон На нём растут клёны У берега множество бутылок Доски какие-то, мусор Эти пластиковые бутылки Они же не будут разлагаться тут столетиями, наверное Все берега превращены в свалку А на том берегу не забудки цветут Чуть не упал Осторожник Да я думал сходу, знаешь Опять я вниз лечу Ай, блин Так, вот тут из берега исходит родник Чуть дальше Такая лощина в берегу И через неё будет кладка Точнее даже несколько кладок В общем тут весь склон в родниках Вот там наверху заборчик Вот стоит Коля и думает как ему идти дальше Да А вот тут очень хитро надо Хитрость заключается в том, чтобы Подобно буддийским монахам Шаолине С велигранной точностью прыгать по бревнышкам Оп-оп Вот мы видим родничок идёт со склона Родничок через него в складку И родничок впадает в пруд Но это не основной из родников Вот тут больший родник есть Вот тут место впадения этого ручья Ручей сочится со стороны Совского кладбища Вот оттуда И такая более местность Вот я здесь остановился Я перейду на другой берег А потом ты стой тут А я буду снимать как ты колоритно перебираешься Иначе будет несмотребельно Сейчас я переберусь туда Тут всё вполне цивильно Только вот смазка такая Оп камешек тут камешек И брёбнышки Да, сейчас Вот очень Сейчас я ещё переберусь Встану Где я смогу снимать Ах Ах Так сейчас Я выберусь Сейчас Я тут сам несколько застрял вот тут, кстати, у ручья весьма ощутимое течение краеведческим голосом сказал я сейчас, вот я развернулся я иду по бревну я перешел и я готов снимать твой переход сколько там, чуть-чуть совсем осталось оно так скользковато слегка мягко говоря да математика все чистая математика просчитываешь, потом вступаешь и не падаешь вот, ты видишь ручей, вот он течет прямо со склона вот с такого большого перепада высот потрогаю его рукой очень студеный такой ручеек он берет воду с горизонтов где в принципе кладбища но там любопытную штуку я вижу чего я раньше вот тут я именно не лазил очень интересный суглинный склон у которого-то и начинается этот ручеек сейчас я туда попробую подлезть и снять этот склон поближе если а, тут целое как бы созвездие, что ли родников вот оттуда течет оттуда и суглинный склон но я его попробую отсюда снять потому что туда через бурелом мы не пробьемся ну здесь вот такой обрывистый суглинный склон и из-под него сочится множество родников там что-ли какая-то слой совсем белой глины что-ли а ну-ка ну-ка интересно может могу подобраться интересно что же это такое там сейчас я попробую там кусочек снять там очень одна интересная штука если я туда смогу пробраться сейчас опа так вот я над этим склоном суглинным и там целые россыпи как бы совершенно белого песка не то что я его сейчас снимаю а сбок ой одно движение я пополечу вниз так попробую комары за что-то есть ухватиться снимать вот получается хочу посмотреть что это за белый песочек боже какие тут комары кони они комары надеюсь ничего не сломается вот он вот такой белейший песок это не не рассыпанное что-то не рассыпанное со склона потому что сюда сложно пробраться вот такой же белый песок я вижу тут вот сейчас попробую спуститься и да я все-таки спустился сюда к россыпям совершенно белого песка в нем какие-то норы хочу вам показать этот белейший песочек что это такое совершенно белый мелкий рассыпчатый песок я не знаю как называется эта порода геологи должны знать вот тут справа просто лес суглинок а вот тут белый белый песочек как мука буквально возьму и под этим делом такой лосинки рождается из родника ручей вот кстати обломок этой белой породы песка это вот он такой он очень легко крошится в той стороне кладбище совская там нижний пруд верхнего каскада я буду выбираться отсюда как я буду выбираться вот как-то так выключить вот я благополучно выбрался из этого из этого удолья с белым песочком и возвращаюсь к полю мы продолжаем движение по берегу растительность сменяется теперь это березовая роща причем березы довольно старые уже растут давайте тут выберемся ненадолго к воде и посмотрим на берег где мы сейчас чтобы иметь ориентиры вот мы не так уж далеко забрались кстати но видишь когда продираешься через чащу то кажется ага вот правый берег нет это левый берег получается мы-то сейчас на правом на возвышенном а то левый берег но он тоже довольно возвышенный однако не такой и то еще район совки вот так мы же продолжим движение по горе так давай пожалуй как лучше вот по этой тропе пойдем тропа есть вдоль берега еще идет надо держаться берега максимально обойти поверху встречается шиповник акации мы лезем выше более поднимемся к кладбищу вот мы выбрались к ограде Совского кладбища кладбища тут есть лаз видишь тут как раз вход Носовское кладбище но наш путь лежит не на кладбище вдоль него спустимся по какой-то из доступных здесь троп мы спустились опять почти к берегу где продолжается тропа путеводная тропа на березах растут огромные грибы чага чага смотри вот они как ступени такие по ним медведям хорошо вверх лезть так вот тропа идет через березовую рощу мы почти не подходим к однообразному берегу и идем в не менее однообразной чаще так ну тут нам надо бы решить куда идти налево или направо проще так пройти осторожно тут слякать вот мы вышли напротив острова в этом пруду этот остров еще несколько лет назад был покрыт вербами а потом их зачем-то вырубили так обходим так вон тепловая станция вот видим застраиваемый склон и за тем склоном уже начинается местность проневщина ба какая классная крупная огромная как кулак жаба так вот тут уплыла в свою природную среду так тут надо идти очень осторожно входим в местность где начинаются поваленные деревья надо еще пройти вот так дальше слева все еще кладбище ограда но рельеф становится все сложнее мы то спускаемся с горки то заходим на нее и снова смена растительности липы так вернемся идем вдоль тропы вот мы входим места совсем уж дремучие из-под склонов тут сочится множество родников тропа идет совсем по такому крутому сыпучему склону опа вот смотрите как в груз да ай ёбкать щас и главное что я вгрузаю все больше опа есть так тут очень сыпучий так вот по таким то ждусь надо лезть так лезем дальше вот тут уже можно пробегать вполне лезем лезем лезь вот тут мы стоим в месте где от общего пруда этого нижнего где к нему вернее присоединяется левый левая ветвь вот мы сейчас пойдем вдоль нее продолжая идти между склоном между горой совского кладбища и этой левой ветвью верхнего каскада совских прудов вот такую панорамку взял море там очень древние деревья огромности но тут молодые а вот дальше толстенные мы сейчас к ним подойдем хотя хотя хорошо идем так посмотрим чему это нас приведет а это нас приводит к дамбе вот старая дамба сейчас мы на нее посмотрим поближе вот чертовский древний тополь он настолько толстый и высокий что ну вот сколько он в обхвате я не знаю сколько он в обхвате но прилично так вот дамба разделяет два пруда давайте подойдем к низу этой дамбы посмотрим как ручей перетекает под ней вернее между ней вот вот он перетекает выгораемся сюда продолжаем следовать вдоль ветви так тут бурелом из оболочина поэтому мы пойдем по верху идем так вот все правильно вот тут мы пришли более такой расхожей дороженьки растительность клёны лещина и белочки занесли сюда обычные грецкие орешки а может они тут тоже растут примечательно липы вот мы отметили липы когда шли а на карте 1750 года а на карте 1753 года до баскета вот где-то тут есть урочище липовой куст может быть это потомки тех древних лип 18 века очень даже может быть так вот мы следуем далее по склону березы клены лещина как я уже отметил и где-то там под нами это вот ветка каскада мы сейчас туда спустимся вот с этой круче коля нам надо спуститься видишь там бурелом опять же эти чудовищные тополя вот они одинокий такой тополь их много а вот вверх вот плато за кладбищем и правда замусоренные непонятно как сюда попадает мусор потому что место безлюдное и такой склон вот тут плато а тут склон он пересекается при ярками вон там глубокий яр довольно такой и мы будем постепенно спускаться вниз идем вниз к шетловину опять же внизу бурелом из давних деревьев там тоже можно проходить но нам нет смысла уже туда спускаться идем вот к этому вот при ярку тут зимой наверно классно на санках кататься если кто-то тут катается я там где я раньше но вообще не там место классное ага вот это если вы в районах ходили у меня рядом с домом тут были бы накатанные горы если бы кто-то вот жил там наверху а не было бы кладбище вот вот по повален поваленный деревянный столб старенький вот разбились эти даже не разбились один уцелел там даже резьба внутри резьба а контактов нет я никогда не видел конструкцию вернее устройство этих столбов наверху а потому что это ведь недоступная досягаемость части вот сейчас мы ее можем осмотреть просто вбитой прибита такой вот фиговиной уже ржавая вещь вот еще один был штырь вероятно вот где был вкопан этот столб а зачем его раскопали причем лопатами я не знаю так посмотрим что это за приярек и потом будем спускаться в ту сторону если над ней его водичка какая-нибудь посмотрим яр сухой сухой яр захламленный в него спускается тропа но нам по более широкой тропе идем вниз там будет следующий пруд по каскаду то есть под этим возвышенным берегом сохраняется часть какой-то старой тополиной рощи очень старые тополя так вот мы по тропке выходим к пруду наблюдательные зрители могли увидеть как вот туда в заросли убежала маленькая мышка еще один поваленный столб так человечество дает о себе знать звуками стройки видишь какой тут тихий пруд ага я к нему пройду по бревну сейчас я как лягушка туда прыгну я надеюсь это бревно не уйдет сейчас под воду вот это строится на Петра Радченко или это не Петра Радченко уже улица вот этот кадетский гай не знаю вот пруд с очень тихой водой сейчас мы попробуем обойти эти здания и проследовать дальше вода выходит из под замусоренной дамбы вот тут она вот это замусоренный вход под дамбу и ветка идет с той стороны надо бы решить как мы пойдем дальше мы можем сейчас выйти и к дороге и вдоль стройки и исследовать эту ветку либо мы можем идти слева по склону что скажешь я вот думаю как можно так выйдем направо можно направо но нам тогда все равно придется углубиться в то есть по любому так и так возвращаться давай посмотрим если тут сейчас цивильный проход если есть то можно пойти да а если нет то пойдем тогда с другой стороны что мы все равно мы будем сворачивать все левее и левее однако однако нас вероятно ждет разочарование и вот так пробиваться вдоль береговой линии не получится поэтому и идем выходим таки к стройке заодно запечатлеем там эту местность где скоро явно вырастет какая-то высотка а мы запечатлеем местность без высотки мы сейчас выходим к стыку местности проневщины и совок с смотри тут сливы растут но они еще зеленые а у меня спелые а у тебя на даче а тут сливы дикорастущие да у нас поскольку даже мама сарковского привезла местные растения черешни и гибрид терные сливы так вот вдоль какого-то проулочка мы выходим к месту стыка проневщины и совок и вот мы выйдем из переулочка сворачиваем туда так ну вот мы подходим что-то разрушили почти до основания и строят нечто новое высится кран мы же сворачиваем туда вот там за чаще идет эта ветвь прудов туалет посмотрим он ухоженный им пользуются строители вероятно он выведен как раз в интересующий нас оторвок прудов тут такие мостки как будто бы это очень массовое место сброшены сброшены бетонные блоки и мы идем ищем подступы туда налево с и слева за вот этой чаще там виден овражек давайте посмотрим можно ли туда пробраться может быть тропа какая-то в него ведет чтобы была тропа ого а тут нехилая высота и внизу не пруд но ручей в удоле таком и вьется тропа ну давай пойдем по тропе вот видишь как там ручей этот вот вот снова эти тополя великаны смотри у них высота ну не знаю ну может быть ты где-то я короче видел а что-то там а это по-моему в ботсаду мы когда залезли вот к пещере на склоне это помнишь райончик да там по-моему тополь да девятиэтажный дом это сколько ну знаешь тут выше тут выше ну грубо говоря метров центра строки получается да а тут выше о смотри тут сходит тропинка вниз тут можно спуститься и там идет тропа ну и посмотрим вот мы сошли на дно этого опа на дно сошли вполне ничуть падением не грозит кстати это я скажу позже я специально жду чтоб ты спустился а потом скажу одну штуку но для этого нужно чтоб ты спустился и тогда ты поймешь почему я не говорю этого сейчас а зачем ты идешь с палочкой а зачем ты идешь с палочкой дирижер охот вот если б ты тут не спускался с высоты то там склон сам по себе понижается не надо его спускаться я понял а кстати по поводу палочки знаешь анекдот что в общем дирижер то что люди тянут оркестром и все время недоволен барабанщиком и когда это самое и начинает там что еще говорить вот когда человек ни на чем не умеет играть ему дают две палочки он стучит в барабаны теперь кстати твой анекдот попал в историю идет съемка а теперь посмотри какие тут интересные штуки по этому ручью чуть ли не обломки самолета какие то смотри кстати точно нос носовая часть да вот его еще что там отлетело и так и осталось на жуляне летело до сюда прилетело ну видишь и это приспособили опять же в качестве мостика вот этот ручей тут протекает без всякой прудовой так сказать основы и надо подумать как лучше идти по какой стороне по левой или по правой мне кажется тут вполне можно проходить по-моему там дальше еще обломки самолета давай глянем на этот ручей ближе в нем резвятся мальки рыбы вот течение довольно шустрое глубина очень маленькая да малькам тут как раз нормально а вот самой рыбе уже смотри какой ну тут нет большой рыбы тут только мальки вот какая то вешка так хорошо пойдем дальше мы совершенно верно сделали что не пошли левой части потому что эта фиговина она сворачивает вправо я слышу шум воды будто она там перетекает с высоты а так вот мы решили теперь идти по получается левому берегу все еще против течения продолжаем идти это уже какой пруд по счету получается третий по счету если считать только пруды этой ветки вот справа какой то я входит сюда снимем панорамку справа замусоренный склон слева а тут типа лестнички даже такой сделано давай мы воспользуемся мы воспользуемся этой лестничкой спасибо доброму человеку который ее пробурил киевская амплитуда так па ведет дальше возвышается теперь уже этот берег возвышается но и этот возвышается оба берега возвышается в овраге пруд вот куда приведет нас эта тропа и приведет ли она нас куда-либо мы посмотрим вот тут перебежим опа вот линия электропередач куда-то переброшена а это что там белеет парус одинокий куда это мы выбрались такой а вот а а а а а а а а а выйдем нет мы свернем сейчас налево это начинается насколько я понимаю улица кадетский гай и вот мы сейчас свернем туда налево вот еще один пруд вот это еще один пруд мы его обойдем сейчас той стороны вот мы сейчас выбираемся как раз к улице кадетский гай вот туда или идем так какая-то автобаза а мы идем по тропе вдоль очередного пруда ангар какой-то вот смотри какой пруд любопытный давай мы его снимем тут расчищена а часть заросла резко и там то и кормятся уточки мы же проследуем далее по тропе продолжим искать исток я думаю снова знаешь вот это вот пруды сменится каким-то жалким ручьем мы будем идти 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 пока он не иссякнет и мы так и не найдем его самый исток так вот уходит тропа туда ну давай вот сюда пройдем туда же вероятно мост начинается какой-то смотри нет это не мост но гать и следующий по счету пруд что тут родники сочатся вот прямо из склонов родники вот устойчивый родник такой видишь смотри ну что проследуем дальше по склонного оттуда ходят люди оттуда а мы идем дальше на пути нам встречается валун вот чего бы он тут лежал смотри какой почему не ставили куда-то опа и между прочим вот те два родника дают нехилый прирост этому ручьеву ибо вот мы видим этот ручей так он тут не шибко и обильный вот такой вот он нанес песку а люди нанесли в него шины я не понимаю ну на кой черт сюда тащить шины зачем сюда сложно пробраться человеку зачем нести сюда шину как будто бы существует какая-то порода безумцев которые ночью тащат в заросль шины вот такие маньяки хлебом не кормить только дай затащить шину ох какие тут лягухи жабы глубина тут хорошая тут чуть выше колено глубина вот течение не знаю ну так течение не очень но вот тут скопилась вода и неплохо довольно проследуем дальше пока что мы кажется обменовали все пруды от нас в панике просто прячутся эти лягушки у них получается тут как бы ну их город жаби что ли видишь у них глубина они могут тут спрятаться где-то под корягой и очень чистая вода значит растут они достигают столь большого размера то и интересно было так снять крупным планом жабу ну не будем их беспокоить потому что пресса вот мы сидим в квартире своей рук приходят какие-то великаны с камерой и начинают говорить а вот давайте-ка снимем вас крупным планом потом выложим в youtube мне бы это не понравилось вот такие корни проходят под водой интересные корни и тут ручей такой спокойный о смотри как тут интересно ручей идет в такой в четком очень русле и тут можно перепрыгнуть о лягушка перепрыгнула передо мной возможно вода тут очень холодная надеюсь там сверху никакой дряни не сливает потому что я хочу попробовать эту воду рукой холодная водичка такая пахнет ли чем-то ничем не пахнет на вид довольно чисто да но потому что вот сюда еще люди особо не добрались хотя тут и валяется вот какая-то тряпка валяется ну и я думаю что все нечистоты с нее уже вымылись которые на ней были иначе они останутся на моей руке так ну что идем дальше вот если бы я разбирался в растениях я бы сказал зрителям как называется это это волчьи ягоды или нет ну похоже так я и не собираюсь я думал блеснуть по знания смотри какое толстое у основания дерево а что за дерево непонятно у него какие длинные листики может быть это верба так вытянулась верба о кажется впереди еще один пруд или по крайней мере нечто заболоченное главное чтобы не трясинка просто странная местность какая-то ручей это пошел вот туда подожди как пошел ручей вот я вижу торф там какое-то но куда вода свернула слушай нам туда ручей свернут туда идем туда и вот мы вышли на классическую поляну что за поляна непонятно она заросла крапивой мы идем под топе вот там извивается ручей это так вот местность немного расступается и проясняется здание это наверное квартал потом по карте уточню и пущу тут для зрителя название что за дом какой адрес слева от нас там вот слева ручей так попробуем свернуть к нему если это возможно 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 я уже совершенно не понимаю а вот тут интересность тут ручей течет в бетонном жёлобе вот мы прибрались к этому ручью он тут взят в жёлоб так что тут не такое все чистое как я предполагал во первых мусор во вторых снова мусор вот целая плотина из мусора и я трогал эту воду рукой и оттуда вода перетекает откуда же она истекает так значит любопытные наблюдения и ощущения во первых от знаменитой чистой воды пахнет химией и там она вытекает из целой плотины мусора во вторых рука которую я опустил в воду начинает я испытываю жжение теперь вот и она немножко покраснела поэтому это отнюдь не 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 самая чистая в Киеве вода и к счастью никто из нас её не пил вот тут вообще разбитое стекло ой ёлки палки так ну попробуем найти дальше откуда течёт этот ручей если у меня рука к концу съёмки мутирует и превратится в какую-то клешню я этому не удивлюсь ничто не предвещало мутации мне удобно будет брать баррэ ты играешь берёшь баррэ ну вот теперь буду нет ты будешь играть у тебя будет эта самая рука эта клешня будет вместо этого как этот знаешь есть каподастр да правда тебе надо будет так гитару настроить чтобы аккорды а вот чудесное место в принципе посмотри берёзки растут тут разнотравие такое и вот среди него вьётся этот химический ручей он действительно химический от него воняет химией не знаю что вот как тут зато пахнет почувствуй этот запах что за мята там вот частный домик какой-то там честно говоря уже подустал трохи ходить мы уже практически приблизились к цели нашего путешествия надо только найти окончание ручья вот мы выходим к овражку этому овражек то тут овражек нет тут нет тут мы его потеряли мы потеряли ручей вот вербы свидетельствует о том что ручей где-то там тут есть котлованчик где явно что-то протекала раньше но теперь его нет но если мы кстати как воздухе пахнет мятой сейчас ощущаешь мы сейчас перейдем этот пересохший ручей и вот где-то тут рождается этот самый исток мы сейчас попробуем к нему пробраться по чистой местности вот там где березнячок тут крапива выше меня и тут хмель еще растет фу но вполне проходимо я делаю широкий жест одной рукой широкий жест другой и выхожу к проходимой местности меня не хочет пускать хмель однако вот коля исчез в пересохшем русле а нам нужно вот сюда вот где вербы эти но я же вполне пробрался а ты иди как будто бы сдаешься киевская амплитуда это стиль так вот для панорамы опять же вода исходит откуда-то оттуда но она не может таким большим потоком течь значит возможно ее где-то на на этом уровне для чего-то взяли спустили под землю сейчас подожди мы выберемся туда репейники в рот человека вот такой репях классный тут царство природы терраса явно рукотворная терраса так все кажется мы пришли к концу сейчас вот попробуем отсюда еще зайти к этому истоку и наша совесть будет чиста потому что дальше искать не смысл где-то тут заканчивается вернее где-то тут он начинается исходит откуда-то и вот мы пытаемся как-то спуститься в эту долину подожди давай прислушаемся не слышно никакого журчания опять громадные деревья я же думал что мы вот сейчас должны наткнуться на это русло но я его не вижу между тем местность все еще проходимая вот это вонючее химическое русло снова начинается мусор стекло вот ручей вот там мы перешагнули перепрыгнули так осторожно тут сковырнуться очень легко ты не сковырнулся не нормально так так ну да мы тут уже были вот мы подошли с этой стороны к этому желобу вот мы возле желоба да вот сейчас мы как раз вылезем к этому месту и нам откроется истина истина заключается в нескольких пунктах пункт первый тут жалючая крапива пункт второй вот снова усиление этого химического запаха и значит сейчас я понял да я понял я понял в чем дело значит сейчас вот это вот штука вот тут вот сейчас я сниму сейчас я пытаюсь понять если в вода выше в желобе если нет значит там просто еще выше вот оно вижу выход из коллектора огромная труба вот и как мы правильно предположили вот то высохшее русло выше по течению то было природное русло но зачем то тут взяли эту речку ручей в трубу и где то выше по течению ее насыщают химией может сливается какая то автозаправка так надо вот ты стой тут а я к тебе переберу сейчас смотри тут тебе проще назад и тут перейти да сейчас я хочу как вот в общем вот там в темноте жерло бетонной трубы ну может сантиметров она ну черт знает ну на четвереньках я могу по ней бежать нет так я не буду я просто для зрителя объясняю размер трубы что вот я бы мог в ней пробираться на корточках даже сидя на корточках и вот труба исходит откуда то оттуда следовательно выше по течению уже искать исток не следует киевская амплитуда это стиль подведем итоги можно сказать что задачу мы поставленную выполнили мы максимально близко подобрались к одному из истоков так вот и так так вот